Вы смотрите Вести Ульяновс. С вами Наталья Степанова. Добрый день и в этом выпуске. Спеши делать добро. В случае с Ксюшей Ласточкиной поторопиться надо в буквальном случае. Детское сердце ждет отклик доброго сердца. Не захотел по-хорошему? Забрали машину. Автолюбитель накопил штрафов от инспекторов ГИБДД на сумму более 70 тысяч рублей. Учительная история в выпуске. Прочитайте или перечитайте Данила Гранина, имя писателец переносит Ульяновская библиотека номер 6. В рамках рабочей поездки в южные районы области губернатор особое внимание уделил развитию здорового образа жизни в сельской местности. Сергей Морозов посетил место реконструкции Новоспасского стадиона, а также центральную районную больницу, на базе которой реализуется проект по созданию межрайонного диагностического медицинского центра. Реконструкция Новоспасского стадиона началась год назад. За это время здесь смонтировали дренажную систему, ливневые стоки, водоотвод, частично уложили искусственное покрытие футбольного газона. Работа была сложной, длительной, но мы к этому пришли. Сейчас более, скажем так, важные дела уже позади. Осталось облагородить края, склеить стыки и, скажем, футбольное поле, уже непосредственно газон, будет уже функциональным полностью. На искусственный газон потратили 11,5 миллионов рублей. Из этих средств около 8,5 миллионов – это федеральные деньги, 2,8 – в небюджетной источнике. Около 300 тысяч выделил муниципалитет. Реконструкция ведется в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в России. У нас задача более чем объективно – мы в первую лигу, а потом через определенный период времени пойдем в высшую лигу. Нам нужно подпитка своими, доморощенными, талантливыми футболистами. Поэтому здесь мы должны создать вот эти условия. По словам директора местного футбольного клуба Афхата Абдулина, новоспасцы уже соскучились по футболу. Два года клуб играет только на выезде. Открытие стадиона позволит не только снова участвовать в чемпионате области, но и принимать турниры у себя. Мы очень надеемся, что когда у нас появится свой стадион, эти соревнования мы уже будем проводить. Ряд соревнований мы будем проводить дома. И, конечно, для наших жителей новоспасского района, родителей и наших детей, наверное, будет приятнее увидеть это все у себя дома. Сейчас основные работы уже в стадии завершения, но много еще предстоит сделать. После реконструкции стадион станет базовой площадкой для проведения соревнований областного, окружного и федерального уровней. Проект районом подготовлен, который включает в себя трибунные помещения, раздевалки, трибуны, свет. Те расчеты, которые представлены нами, изучены, будем сейчас согласовывать с источником финансирования для дальнейшей работы. На Новоспаское делается ставка не только в плане спорта. Здесь же расположится межрайонный диагностический медицинский центр, который будет обслуживать жителей Южного куста области, а это пять сельских районов. Проект уже реализуется на базе центральной районной больницы. В структуру центра входит межрайонное диализное отделение, консультативно-диагностический центр, автолемологический центр. В планах первичное сосудистое отделение кардиологического и неврологического профилей. Так, 38 миллионов рублей из областной казны направили на закупку нового томографа и мамографа. Это нам поможет диагностировать очень многие виды заболеваний, которые невозможно диагностировать, например, при УЗИ, при простом рентгенческом исследовании. Народу это нужно, очень нужно. Также в будущем в районной больнице откроют первичный онкологический кабинет, офисы врачей общей практики. В амбулаториях сделают ремонт. Ирина Силкина, Александр Абрамов, Вести Ульяновск, из Новоспасского района. Сегодня депутаты Госдумы обсуждают законопроект о штрафах в 2000 рублей за использование летних автомобильных шин зимой и шипованных летом. Если закон примут в том виде, в котором он есть сейчас, то он вступит в силу уже в этом году, с 1 декабря. Дисциплинируют ли автолюбители штрафные санкции – вопрос спорный. И следующая история тому подтверждения. Накануне, поздним вечером, эвакуатор самым буденечным образом эвакуировал автомобиль Мазду, но на территории управления судебных приставов. Причина банальная – неуплата штрафов по линии ГИБДД. Количество правонарушений и сумма долга впечатляет. Собственник, в отношении которого были возбуждены исполнительные производства, в количестве 95 штук, на общую сумму 76 тысяч. Должник добровольно оплачивать отказался. В результате исполнительных действий был задержан автомобиль. У автовладельца есть 10 дней, чтобы погасить долг. В противном случае Мазда будет продана 76 тысяч за счет. На погашение долга остаток суммы вернут владельцу. Как гласит шоферская мудрость, любишь быстро кататься – люби и штрафы оплачивать. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что плата за вывоз бытового мусора может повыситься с введением нового принципа взымания платежей. Правительство должно тщательно проработать вопрос на федеральном уровне, чтобы не повторять историю с капремонтом, когда за невыполненные государством обязательства расплачиваются граждане, отметил политик. Напомним, что с 1 января 2017 года вывоз мусора станет коммунальной услугой и будет оплачиваться по отдельной строке в платежках. Федеральные чиновники обещают, что плата за услугу не повысится, однако окончательные тарифы будут устанавливать на уровне субъектов федерации, указывает Сергей Миронов. В частности, специальные региональные операторы будут единолично отвечать за сбор отходов и платежей с населения. Сразу вспоминаются аналогичные структуры в сфере капремонта. Прозрачности и эффективности в их работе зачастую недостает. От очередного оператора-монополиста сложно ожидать минимальных тарифов, тем более с учетом дефицита региональных бюджетов. В ряде регионов уже провели предварительные расчеты. Согласно им, плата за вывоз мусора по новым правилам составит от 80 до 110 рублей с человека. Это значительно превышает нынешний тариф. Грядущее повышение платы на местах объясняет тем, что в стоимость услуги входит не только вывоз мусора, но и его сортировка и утилизация. Предполагается, что региональные операторы будут внедрять раздельный сбор мусора. А по новым правительственным нормативам до 30% отходов должно перерабатываться. Получается, что граждане будут содержать не только нового мусорного оператора. Из их средств будет оплачиваться создание целой инфраструктуры по сбору и переработке отходов. Той самой отрасли, которой давно было обязано создать государство, отмечает Сергей Миронов. Снова напрашивается аналогия с капремонтом. Свои неисполненные обязательства, по которому государство переложило на плечи граждан. Есть риск, что хозяева квартир в конечном итоге будут спонсировать еще и мусорную отрасль. Это недопустимо. Чиновники всех уровней обязаны тщательно подготовиться к проведению реформы. Из карманов граждан она оплачиваться не должна, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. ГДРК «Волга» и «Русфонд» продолжают благотворительную акцию помощи больным детям. Сегодня героиня нашего сюжета – 7-летняя Ксюша Ласточкина. У девочки врожденный порог сердца. Нужна операция. Но она платная, и родные не могут ее оплатить самостоятельно. Мы с вами можем помочь Ксюше. Достаточно набрать короткий номер 5542 и отправить слово «дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Отправить их можно неограниченное количество. Губки бантиком, бровки домиком. Похож на маленького сонного гномика. В голове с утра сто тысяч. Почему? Объясните, мама с папой, что к чему. Что к чему, Ксюше Ласточкиной объясняет бабушка с дедушкой. Они ее воспитывают. В этом году собрали в школу. Девочка пошла в первый класс. Я люблю ходить в школу. У меня там много друзей. И самый любимый предмет – математика. Год назад местные врачи впервые услышали шумы в сердце Ксюши. УЗИ и повторные исследования подтвердили опасения. У девочки врожденный порог сердца. Жизнь не изменилась. Стали меньше физически ее нагружать. Поменьше бегать. Она очень любит на велосипеде кататься. Меньше стала разрешать ей кататься на велосипеде. Когда пошла в школу, кружки разные. Танцевальный кружок я ей не разрешила. Бегает, когда задыхается. Но иногда на голову жалуется. И говорит, что сердечко колет у нее. В марте этого года Ксюша попала на консультацию к кардиохирургам из детско-республиканской клинической больницы города Казани. Мы планируем операцию сделать эндоваскулярно. То есть без всякого разреза. Тем более девочка. Никакие шрамы на грудной клетке ей не нужны. У нас есть возможность такую операцию сделать. Данная операция позволит ребенку в будущем полноценно жить. Заниматься тем, чем она захочет. Стоимость операции 171 379 рублей. Читатели сайта Росфонд соберут 130 379 рублей. Не хватает 41 тысячи. Для помощи Ксюше отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение Росфонда. Помогать стало проще. Другие способы помощи на сайте Росфонда. Кристина Агафонова, Элла Шахова, Любовь Фомичева и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Городские власти продолжают реализацию регионального проекта по присвоению муниципальным библиотекам имен великих земляков и выдающихся деятелей Отечества. Библиотека номер 6 отныне будет носить имя Даниила Гранина. Напомним, проект «Именами славится Россия» инициирован губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. По мнению руководства Ульяновска, присвоение 6-й библиотеки имени Даниила Гранина – знаковое событие для нашего города. Ученые, политики, художники вспоминают великого русского писателя, его произведения и заслуги перед Отечеством. Он всегда был дорог мне, даже внешне, своей скромностью, сдержанностью, фронтовик. А это прекрасный вот, по-моему, у него рассказ о том, как он в Германии был. Это они хвалили своими старыми замками неприступного. А я-то знал, как наша пушечка дырявит, как бумагу эти стены. Даниил Гранин – писатель с четко гражданской нравственной позицией. Основное направление и тема его произведений – реализм и поэзия научно-технического творчества. Его перу принадлежат такие известные произведения, как «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», «Эта странная жизнь» и многие другие. Его жизнь оказалась связана с нашим городом. Ульяновск не просто остался в его памяти, но и отразился на страницах его романа «Мой лейтенант». Это очень интересное произведение о Великой Отечественной войне. И там действительно есть страницы, которые посвящены нашему танковому училищу, где он проходил учебу в годы Великой Отечественной войны, этим улочкам симбирским, как он говорит, библиотеке научной, тропинкам к Волге. Там есть лирические, там есть очень пронзительные строчки, посвященные нашему городу. В этот день в библиотеке также состоялось открытие зала «Литература XX века». Многие гости торжественного мероприятия внесли личный вклад в библиотечные фонды из собственных домашних собраний. «Чувство патриотизма в народе, жителей, и именно в микрорайонах, в дворовых библиотеках, в частных библиотеках, на более качественный уровень, чтобы выходить. Мы для этого прикладываем максимум усилий при поддержке и администрации, и активных членов нашего города, ну и, конечно, любителей читателей». Библиотека номер 6 открыла свои двери для читателей в далеком 1951 году. Тогда она была первой и единственной в железнодорожном районе. В тот период книжный фонд библиотеки насчитывал полторы тысячи экземпляров. Читателей было около 800 человек. Благодаря финансовой поддержке городской администрации фонд библиотеки сегодня составляет около 25 тысяч изданий. Для 35 тысяч читателей библиотека стала центром просвещения и культуры. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. В эту субботу с 7 до 14.00 в железнодорожном районе Ульяновска пройдет фестиваль мяса. Сельскохозяйственная ярмарка развернется на проспекте Гая от парка Виновская роща до улицы Индинской. Здесь ульяновцы смогут купить продукты местного производства, продегустировать колбасные изделия. На время торговли с 4 утра до 14.00 будет перекрыто движение на участке от парка Виновской рощи до улицы Индинской. И на этом у меня пока вся информация. Всего вам самого доброго. До свидания.